всем привет я играю в игру омси 2 и сегодня у нас на обзоре еще один труженик с душой из прошлого это автобус лаз 695 н для многих незаменимый помощник который возил по утрам на работу вечером домой с работы вез также по выходным возил на дачу и огородные участки автобус легко узнать по звуку пожалуй невозможно забыть для кого-то это автобус из детства для меня он таким же остается автобусом из детства давно я не видел автобусов уже на этих на наших улицах исчезли они наверно где-то в году 2008 а может даже быть и раньше чуть-чуть вот мы стандартном цвете у нас автобус выкрашен также многие сделали автобусы под свой лад видео здесь вот были такие наклейки в виде орлов и прочих украшений также внутри автобуса водители колхозили как могли то под окнами вот здесь вот копейки всякие засовывали шторки различные вешали но выглядело это очень и очень мило так сейчас посмотрим что у нас в автобусе есть надо немножечко его преобразить против туманки можно поставить маршрут я уже выбрал по которому сегодня мы поедем 305 маршрут у нас будет по моему фальш-радиатор решетки еще у нас имеется да вот совсем уже нет другой вид также из глушитель как-то я без него пожалуй обойдусь так посмотрим что не находится в моторном отсеке а в моторном отсеке у нас всеми знакомый мотор зиловский на 150 лошадиных сил и 403 ньютон на метра крутящего момента автобус можно запустить также из моторного отсека здесь имеются переключатели для этого автобус нужно поставить на нейтральную передачу поставить ручник включить массу и вот так легким движением руки он заводится автобус с кнопочки как можно сейчас сказать так пожалуй переберемся сейчас поближе в салон надо наверное печку на включить то по числу на дворе у нас 92-й год и 2 сентября довольно таки уже наверно прохладно на улице до копеечка у нас включается таким вот образом здесь открывается снова надо выбраться наружу нам переключить ну вот теперь автобусе будет совсем уютно на задних сиденьях будет очень жарко более новые автобусы не имели водительской двери уже водитель заходил с пассажирской двери пробирался на свое место но автобус это более поздняя версия точнее более ранней старой версии ну что приближается время к нашей отправке остается полминутки перебираемся за пульт управления за водительское место ну здесь тоже все простенько необходимое все что видим есть на панели приборов открытия дверей свет в салоне свет на водительском месте спидометр указатель давления в системе рабочее давление в системе выше четырех атмосфер должно быть ну четыре уже считается рабочим то бишь контрольные лампы у нас не горят вот эти вот это означает что можно ехать включим свет так молочник снимем ну можно отправляться по маршруту пустой автобус трогается со второй передачи более нагруженный уже только с первой в автобусы в час пик набиралось довольно таки очень много людей но дверные проемы довольно таки очень узкие по современным меркам сейчас автобусов намного шире сейчас и низкопольные автобусы а это автобусы таки из прошлого едем мы по польской карте дороги здесь довольно таки узкие ну в Польше всегда дороги узкие либо на асфальте экономят поэтому задним мостом задеваем почти все бордюры ах не хватает только вот этого запаха 76 бензина так бы было вообще полное ощущение что едем на лазе да, раньше эти автобусы повесили в каждом городе постсоветского пространства в зеремнях даже часы сверяли по этим автобусам уже старики знали а автобус поехал туда значит столько времени но звуки все, все очень качественно сделано у этого автобуса звуки детства всегда было приятно наблюдать за водителем как он управлял органами управления этого автобуса водители уже знали при горке, все горки знали где на нейтралке можно прокатиться тем самым подэкономив немножко топлива 5-ступенчатая коробка у лаза в принципе Зиловская все в основном их мучили уже на крейсерской скорости до 60 км в час но один раз я был свидетелем как водитель опаздывал и разогнал этот автобус примерно до 85 км в час это было что-то мне кажется это где-то его максималка 85-90 а тем временем печка наша работает температура в салоне растет и пассажирам комфортно что-то сзади никто не садится обычно это места для крутых парней но видимо крутых парней здесь нет на самом деле автобусы довольно таки теплые сейчас не знаю даже в нашем мире сохранились подойти автобусу возможно коллекционера будет а может кому-то повезло кто-то еще досырьвал и раздвиняйте автобусы зарёта под力 на тот момент здесь в пятнике вывы вы Львов Да, уже, пожалуй, во Львове нет этого завода Уже, наверное, все разорганы, попили, но там Так что Это уже история Ну, приятно было прикатиться Сейчас чувствую, салон нагреем, придется печку закрывать И полюбку открывать Влажность уже падает Долгий светофор Так же часто автобусы попадались с газом оборотом в сметану То бишь, она, конечно, здесь установлена Ебало Что, дело, автобус довольно-таки экономичный И намного тише работает автобус Что-то время у нас вперед улетает Почти на две минуты опаздываю Ну и еще, я думаю, лазу по силам нагнать расписание Пожалуй, вот Пожалуй, это Пожалуй, как Небольшая довольно-таки компактная карта поиска. Да, светофоры затягивают наше движение, тянут нас на дно, но вот сейчас зелено загорится. Да, в карусе получается, один человек выйти может и один зайти свободно, потому что как раз эти створки позволяли, одна половина створок для выхода, другая для входа, а тут уже так не получится. Только один человек может войти и выйти. Очень не устанавливаем. Продолжение следует... Не знаю, насколько большой мотор-ресурс у этого автобуса. Но бегали они у нас даже на протяжении 30 лет, насколько я знаю. А это очень много. Да, если бы несовременно, наверное, евро-нормы двигали по ней до сих пор. Ну, минус, конечно, его, что двигается, так вот, довольно-таки прожорно, несовременно-мега. Гусковато тут очень гусковато. Но я в основном на лазах ездил только в деревню, на дачу, а так в основном в городе, в школу возили карусы желтые с карпушками. Тоже легендарный автобус. Карусы тоже что-то такое, частичка зарубежного. В Венгрии не собирались карусы. О, вот сколько пассажиров. Блин, автобус-то, он не резиновый. Он уже скоро со второй передачи тянуть перестанет. Даже у Лиаза пошире двери. Не для комфорта, а для входа-выхода пассажиров. Да, часы. Аварийный выход. По-моему, дождут работать. Также у Лиаза была довольно-таки более комфортная версия. Это ЛАЗ-699, турист. ЛАЗы, которые ходили на дальнее расстояние. Там и двигатель зиловский стоял. Больше на 1 литр и мощностью 180 лошадных сил. Также ЛАЗ-699, чуть-чуть длиннее на 1 оконную секцию, чем 695. Ну, и пассажиров, наверное, на 80 детских мест где-то больше получалось. Так, тут тоже, по-моему, долгий светофор очень выводит. Сейчас поеду все, кто прямо едет. Потом только мы поворачиваем. Ну, и вполне бодро держимся в рамках расписания. Пока какие-то пассажиры не жалуются, что опознал. Пассажиры так не спеша идёт, Вальярж. Так, вас выморсить, я проеду. Спасибо. Ничего себе, как-то не умудряется сквозь друг друга проходить через переднюю дверь. Так, ну, сейчас придётся нарушать, наверное, все правила, чтобы... А тут две с половиной минуты, это очень хорошо. По-моему, городской транспорт, где-то, чтобы... ...додрёв. Продолжение следует... А я думал, смогли бы обогнать. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... 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 Очень жаль, что исчезли такие вот машины С современных улиц Я бы на каких-нибудь таких спокойных рейсах И даже бы оставил На таких рейсах, где не надо спешить Где мало машин Какие-нибудь вечерние часы Все, всем спасибо за просмотр